Семь тысяч заявок по всему Подмосковью. 64 проекта выдвинуты лобницами, 14 из которых отмечены премией губернатора. Таков итог областного конкурса «Наше Подмосковье-2013». Продолжение темы в репортаже Елены Козловой. Столь долгой и насыщенной церемонии награждения в нашем городе я уже и не припомню. Весной 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева был объявлен конкурс социальных проектов «Наше Подмосковье». Цель премии – поддержка социальных инициатив, направленных на развитие территории Московской области, поощрение социальной активности и гражданской позиции населения, а также возможность принять позитивный опыт у городов-братьев для развития Подмосковья в целом. Пилотный проект превзошел все ожидания. Для участия в конкурсе было подано более 7 тысяч заявок. 64 проекта представили лобницы, 14 из которых были удостоены не только внимания, но и губернаторской премии. Очень большой объем был по блоку патриотического воспитания молодежи, хорошо была представлена экология, были творческие коллективы очень хорошо представлены, ну и собственно благоустройство города. Хочется отметить, что были номинации «Бизнес для общества», где наши бизнесмены городские тоже представляли свои проекты и участвовали и побеждали в конкурсе в этом. Все победители получили денежную премию – 100 тысяч рублей за первое место, 60 тысяч за второе и 40 за третье. Однако это лишь приятное дополнение. На мой взгляд, самый большой стимул – это именно творить в городе и видеть дела рук своих. Большое всегда рождается из малого, а все хорошее – дело рук инициативных. И было бы неправильно мне отметить все инициативы наших земляков, ведь собственно на них и построена социальная атмосфера в нашей Лобне, уверен глава города Николай Гречишников. Здесь, во-первых, мы отметили всех тех, кто принял активное участие, и мы сегодня именно отметили эту активность, это наше неравнодушие ко всем тем проблемам городским, которые, они как раз вот в этих номинациях озвучены и наши достижения, и наши какие-то еще те направления, по которым надо следовать нам и дальше. Мы посчитали обязательным отметить всех, потому что все были такие же равные активные участники. Я очень признателен всем и, конечно, очень верю, что в этом году мы выступим во всех номинациях и покажем наш город еще более разноцветным. Пожалуй, на самом высоком уровне в нашем городе находится патриотическое воспитание. Об этом говорят и цифры. 14 проектов из 64 представленных именно в этой номинации. Среди них и проект «Битва с видеофюрерами», направленная на борьбу с лже-патриотами в социальных сетях. В интернете есть различные молодые люди, скинхеды, я не знаю, различные, как бы так сказать, радикальные патриоты, которые, на мой взгляд, очень вредно влияют на молодых людей, подстрекают их к каким-то агрессивным действиям. При всем при том, сами вот эти, не знаю, персонажи, к примеру, они очень плохо знают нашу историю и очень любят там что-то коверкать, как-то в угоду каким-то своим агрессивным целям. И, собственно, проект «Битва с видеофюрерами» направлен на то, что, как бы, ну, может быть, разоблачать подобного рода агрессивных людей. Поскольку эти люди делают ролики в интернете, я просто беру их видеоролики и разбираю, то есть делаю какие-то замещания, какие-то подколы, вот, с юмором, потому что, как правило, это, ну, вот эти люди, это люди, у которых отбито напрочь чувство юмора. Вы должны очень хорошо знать историю? Хороший вопрос. Я, на самом деле, историю знаю достаточно паршиво, но я знаю, по крайней мере, лучше тех, кто, вот этих ребят, которые пытаются этот материал как-то подать. Я общаюсь с историками, с какими-то научными людьми, то есть я не пользуюсь там информацией из интернета, я, как правило, общаюсь с какими-то педагогами, научными сотрудниками и так далее. Популярно? Да, конечно. То есть собирает там, ну, 10 тысяч просмотров ролик собирает. Вот это для такого материала, в принципе, неплохие цифры. Большая работа проводится и по организации молодежного досуга. В городе работает множество творческих коллективов, секций и кружков, в которых занимаются около 5 тысяч детей. В номинации молодежный досуг было представлено 10 проектов. Третье место по массовости заявок, отправленных на участие в конкурсе, принадлежит номинации «Спорт для всех». Девять проектов, заявленных на конкурс, говорят о том, что здоровому образу жизни в городе уделяется большое внимание. В Лобни проходят крупные соревнования, работают 18 бесплатных спортивных секций. И все больше лобнинцев выражают желание заниматься спортом на регулярной основе. Еще одна из главных задач Подмосковья, а значит и актуальная номинация, это создание комфортного жизненного пространства. Жители нашего города выдвинули на конкурс сразу 11 проектов, направленных на благоустройство города, защиту окружающей среды, парков, лесов, восстановление фауны. И здесь сразу 4 победителя. Среди них проект «Белка». «Белка» призывает жителей более активно участвовать в экологической жизни нашей любимой Лобни, чтобы вместе сделать ее чище. В номинации «Экология родного края» приоритетным признаны проекты увеличения поголовья чаек. В период расцвета больше 30 тысяч было. Потом в силу разных причин зарастать озеро стало, сплавины стали двигаться. Все это беспокоило чаек, изменились места гнездования. И постепенно, ну там много всяких причин, и постепенно колония чаек практически исчезла. Местные жители старшего поколения. Ну, обидно стала такая красота. Тем более герб, лобни, флаг, чайка изображена. В 2009 году собралась инициативная группа и решили попробовать воспродить эту колонию. Удалось привлечь орнитолога, он сейчас уже доктор биологических наук, Хритонов Сергей Павлович, который занимался этой колонией. Еще он был тогда кандидат наук, это лет 15 он занимался. Ну, наверное, профессиональную какую-то его жилку удалось там как-то зацепить. И он сейчас вот до сих пор на общественных началах постоянно курирует, нас подсказывает. Значит, наметили, что надо сделать. С помощью администрации, при финансовой помощи закрепили плавающие острова, вырубили кустарник, деревья. Каждый год это делаем. И там ставим муляжи, мы туда акустическую установку поставили, рики, чаек, охраняем, кормим, покупаем рыбу, хлеб, охраняем. И вот в этом году, на четвертый год, уже есть результат. Уже чайки, где-то около 300 чаек уже начали селиться. Сейчас уже молодые птенчики, можно их наблюдать. Целый ряд проектов был представлен в номинациях «Забота о детях» и «Безопасная среда». По зову сердца так звучит название номинации проекта, которые были направлены на развитие благотворительности. Здесь три участника представили сразу пять проектов. В номинации «Ты не один» выставил свой проект Алексей Соков. Вот уже три года Центр правовой поддержки населения под его руководством оказывает услуги социально незащищенным категориям горожан бесплатно. Победительницей стала и семья Маркеловых, где воспитывается 15 приемных детей, в том числе и инвалиды. Участие в конкурсе наших ведущих предприятий только подтверждает, что бизнес в Лобне также социально ориентирован. Кто-то когда-то правильно подметил, что подведение итогов – это всегда начало чего-то нового. А потому заведующий отделом социальных проектов, руководитель рабочей группы премии «Наша Подмосковья» Кирилл Жервя объявляет о следующем этапе, теперь уже ежегодной губернаторской премии «Наша Подмосковья». В этом году количество номинаций уменьшилось с 18 до 10, и в основном они стали направлены на лидерские проекты, на гражданские инициативы, направленные в области экологии, гражданского общества, патриотизма. Призовой фонд увеличен в два раза, то есть в прошлом году призовой фонд был порядка 100 миллионов рублей, в этом году 180 миллионов рублей. Даже если сравнить призы первой номинации, то в прошлом году это 100 тысяч, в этом году 500 тысяч. По-прежнему очень востребованы проекты в сфере экологии, помощи и поддержки ветеранов и пенсионеров, проекты по созданию комфортной территории вокруг нас, инициативы в сфере молодежной политики и общественного контроля. «Конкурс – это прежде всего возможность рассказать о том, что вы делаете большому количеству людей. Ваша заявка, которую вы отправите через сайт, буквально через какое-то небольшое время, она появляется на сайте. И мы можем подсмотреть то, что делается, чем живут другие муниципалитеты. И, соответственно, другие люди смогут увидеть ваш опыт, ваши проекты, ваши какие-то уже реализованные вещи. Поэтому, пожалуйста, конечно, участвуйте в конкурсе, рассказывайте о конкурсе своим соседям, друзьям, коллегам». Заявки на участие в конкурсе «Наша Подмосковья-2014» можно подавать до 30 августа. Важным дополнением является и то, что кроме новых проектов в конкурсе могут участвовать проекты прошлого года, если они получили развитие. Заявки принимаются в электронной форме. Перечень необходимых документов и подробная информация о том, как подать заявку, размещены на сайте нашеподмосковья.рф. В Лобне конкурс «Наша Подмосковья» курирует отдел по связи с общественностью. По любым возникшим вопросам можно обращаться в администрацию города в кабинет номер 2, координатору Дарьи Рожковой. Юные борисовцы из школы номер 3 уже приняли участие в конкурсе. И вот что они думают. «Это не забава, это не игра, ты имеешь права и тебе пора. Зажигай звезды в небесе». Прислушайтесь к мнению молодых. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания Лобня.